Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Под прессом доказательств. Кто давит на дочь погибшей правозащитницы Ноздровской? Больничный ужас. Кто может повлиять на состояние психиатрических лечебниц в Украине? Гендерный прайс. Почему мужчинам платят больше, чем женщинам? Скандал в телекомпании BBC. На старт, внимание, ОПРА. Появится ли у Дональда Трампа новая конкурентка? Первая смерть от кори в этом году. В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, умер пятилетний ребенок. Родители слишком поздно обратились к медикам за помощью. Из-за вспышки болезни областные чиновники продлили каникулы в школах. В других регионах, где тоже зафиксированы случаи инфекции, решили не допускать непривитых детей в учебные заведения. Сейчас в тройке лидеров по заболеваемости Одесская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Болезни охватили и другие регионы. Львовский, Днепропетровский, Черкасский, Полтавский, Запорожский и Киевский. Все подробности расскажут мои коллеги. Ивано-Франковская областная инфекционная больница. В этой палате трое детишек. Все с корью. Ни один ребенок не был привит. Мама четырехлетней Ирены рассказывает. Подозревает, что дочь подхватила инфекцию в больнице, где они недавно лечили пневмонию. Пятилетняя Коля на соседней койке. Мама признается, сына не вакцинировала сознательно. Малыши, подхватившие корь, не только в этой палате, говорит главврач. В детском отделении почти три десятка пациентов. Ивано-Франковская область остается лидером по заболеваемости корью. С сентября прошлого года здесь зарегистрировали уже полторы тысячи случаев из них. Больше ста только за последнюю неделю. Это уже третья волна заболеваемости с сентября прошлого года. И хотя после первой и второй вспышек родители бросились вакцинировать детей, и врачи не ожидают, что инфекция быстро пойдет на спад. Растет заболеваемость корью и в Одесской области. Один ребенок в Белгород-Днестровском районе умер. Облах администрации на срочном совещании решили продлить в учебных учреждениях зимние каникулы на неделю. За это время родители должны вакцинировать непривитых от кори детей. Таких в области порядка 16 тысяч. Если родители откажутся, детей не допустят к занятиям в школах. С начала года в регионе зарегистрировали уже 122 случая заболевания. А в Киеве только за последние два дня количество больных выросло с 54 до 66 человек. По данным Госпродпотребслужбы почти все не были привиты. Чем успешнее пройдет вакцинация сейчас, тем быстрее в Украине прекратятся вспышки кори, говорят медики. Прививка – единственный способ обезопасить себя от вируса. Ведь подхватить его можно в любой момент и в любом месте – в транспорте, магазинах, школах и детских садах. Кори, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Грозит с серьезными осложнениями, может привести к инвалидности и даже к смерти. Дочь убитой Ирины Ноздровской Анастасия сегодня созвала прессу. Журналистам она сообщила, что у нее и ее адвокатов есть большие сомнения о том, что именно Юрий Рассашанский – убийца ее матери. Почему? Выяснял Данил Снисер. Сомнения в виновности Юрия Рассашанского защита потерпевшей стороны выразилась сразу после задержания. Свою позицию адвокаты и дочь Ирины Ноздровской не изменили. Главные аргументы – данные материалов по делу не совпадают с показаниями подозреваемого. Мне кажется, что это не он. Материалы дела не избеждают того, что он говорит. Моя мать, прежде всего, боролась за справедливость, а не именно с Рассашанскими. Поэтому я не могу рассмотреть эту версию как главную. По мнению адвокатов, для обвинения следствие назначила предполагаемого убийцу. Других заявленных защитой лиц в качестве подозреваемых правоохранители даже не проверяют. Дочь Ноздровской утверждает, что следственные органы отказываются предоставлять все материалы по уголовному делу. Я хочу обратить внимание на то, чтобы и попросить, чтобы моих представителей и меня допустили к рассмотрению этой справы. Потому что в полном обществе с материалами и справами мы не были ознайомлены. Нам дали 10-15% материалов от общей количества. Адвокаты просят правоохранителей обеспечить безопасность стороны защиты и Анастасии Ноздровской. Уверяют, неизвестные ведут за ними активную слежку. Когда мы начали вступить в эту справу, как представители потерпели, на нас начался действовать психологический тиск. За нами постоянно следуют. Мы не знаем, кто это следует. Нацполиции сегодня прокомментировать эти заявления отказались. Мол, на все вопросы замглавы нацполиции ответил еще вчера. То, что касается тех реальных представителей, которые подтверждены как представителем потерпевшей, им никто не запрещает обратиться к следствию, обратиться в следственное управление, к процессуальному руководителю и получить разрешение на ознакомление с теми материалами, которыми есть в уголовном производстве. В полиции заявили, следствие продолжается. А в виновности Юрия Рассашанского правоохранители не сомневаются. Он свою вину полностью признал. Да и экспертиза доказала наличие ДНК подозреваемого на теле Ноздровской. Напомню, правозащитница Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Ее тело обнаружили в реке возле села Демидов со множественными ножевыми ранениями. Покойная вела дело по ДТП, в котором погибла ее сестра. Виновным тогда признали Дмитрия Рассашанского, сына предполагаемого убийцы Ноздровской. Данил Снисор, подробности, телеканал Интер. Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. На следующей неделе Ставицкого ждут в ГПУ для оздаковления с материалами дела. По данным СМИ, экс-министр сейчас живет в Израиле, там он сменил фамилию и получил гражданство. Генпрокуратура пояснила, почему решение суда о конфискации полутора миллиардов долларов Януковича засекречено. Утверждают, что в отношении большинства компаний, которые фигурируют в деле, проводят расследование и намерены привлечь к ответственности топовых организаторов по отмыванию денег из госбюджета. Именно поэтому в интересах следствия информация не может быть обнародована. Напомню, ранее телеканал Аль-Джазира опубликовал решение Краматорского райсуда по спецконфискации денег Януковича, которое было засекречено. В материалах этих сообщается, что к схемам вывода из страны замороженных денег экс-президента якобы причастны высокие чиновники из Украины. Подлинность опубликованных журналистами документов в ГПУ сейчас проверяют. Я обратил вашу увагу, что прилюдненный документ не поместит ни подписи, ни печатки, ни уникального судового номера. Почему мы приняли решение о засекречении этого вывода? Геть не потому, чтобы прикрыть кого-то посадовых людей или каких-то отдельных коммерческих структур. Их там сотни. Мотивовали свои решения тем, что по поважней большинстве зазначенных компаний на сегодняшний день тревают активность следующей деятельности. И продолжаются следственные действия по еще одному громкому делу. В Печерском райсуде столицы рассматривали ходатайство ГПУ о продлении меры пресечения Александру Волкову. Его, напомню, обвиняют в похищении и пытках Игоря Луценко, а также убийстве активистов Евромайдана и Юрия Вербицкого. К какому решению пришел суд и почему главный обвиняемый не явился на это заседание, узнаем от Богдана Вербицкого. Более десяти ходатайств защиты, протесты прокуроров и постоянные перерывы в заседании. Уже завтра подозреваемый Александр Волков вполне может оказаться на свободе. С самого начала заседания защита, как и сам Волков, пытаются перенести слушание на завтра. Говорят, самочувствие подсудимого неважное. Из-за этого он даже на заседание не явился. Общались с Волковым по видеосвязи. Больше всего Волков жаловался на повышенное давление. Всему виной плохое лечение и условия в СИЗО. Но по данным медосмотра, причина гораздо прозаичнее. За все время перебывания Волкова в СИЗО скорая помощь переезжала к нему более десяти раз. Но по словам прокуроров, это не что иное, как банальное затягивание дела. Количество выколотов скорой медической помощи Волковым ВДТ не является свидетельством на явности в нём такого состояния. После неудачной попытки перенести заседание, защита подозреваемого перешла к плану Б. Адвокаты Волкова попросили судью сделать слушание закрытыми для прессы. В Генпрокуратуре против. Дальше больше адвокаты Волкова обвинили прокурора в ГПУ в воровстве. Дескать, во время обыска у подозреваемого пропали дорогие швейцарские часы и объявили отвод стороне обвинения. Но суд остался непреклонен и заседание продолжилось. В итоге меру пресечения Александру Волкову продолжили до 11 марта. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности в телеканалу Интер. Почти 300 миллионов гривен выплатят семьям Героев Небесной Сотни. Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр. По словам Гройсмана, правительство одобрило соцвыплаты семьям Героев, а также пострадавшим во время событий на Майдане. Деньги эти начнут выплачивать уже с конца января. Повністю забезпечить всі виплати, всі, не тільки за один рік, а повністю всі 100%, чтобы не растягивати це на руки. Для всіх майданівців, яким передбачено законодавство, таке фінансування не під дату, а по совісті. Зробити такі виплати вже починаючи з кінця січня місяця. Сумма 294 мільйона гривень. І це для нас є теж величезним нашим моральним обов'язком. А ще сьогодні в правительстві пообіщали увеличити оклади педагогам на 25%. Уже с января зарплата учителей возрастут в середньому на полторы тысячи гривень. Таке решення також було принято на заседание Кабміна Министрів. Тобто фактично, що зарплата учителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7. А в цьому році вже зарплата учителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. Тисяч гривень на місяць. Нам потрібно попрацювати з місцевими владами, щоб ми підвищили зарплати, які фінансуються з місцевого бюджету. В четвертый день идут бої на Светлодарській дуге. Враг использують крупнокалиберну артиллерію. Українські солдати повинні отвечати, щоб подавити огонь противника. На этом участці фронта работает наш корреспондент Геннадий Вивденко. Он расскажет все подробности. Вот эта воронка – результат прихода 120-мм міны. С понедельника наши войска под Светлодарской дугой трамбують таким образом из тяжелой артиллерії. Днем противник открывает огонь каждые 5-10 минут из тяжелой артиллерії. На этой позиции нашей съемочной групе просто повезло. Враг стал стрелять севернее. Виктор после бессонной ночи вновь заступает на пост. Надо укрепить окопы, сделать их глубже. Вместе с тем готовит крупнокалиберный пулемет к бою. Как давно цей кулемет расчехляли? Буквально в середину ночи. В середину ночи занимался, расчехлялся, давалась ответка. По хлопцям працювало ГС, с соседом. Потребно было давать ответ. Приходится отвечать, чтобы сохранить жизнь тем, кто слева и справа по траншеям. По гляндажу работаю их, откуда работает пулемет. По бойницам. Ну, замолкают сразу. Лента заряжена таким лакаром, что там и техника может замолкнуть, не только блиндаж. БМП российских оккупантов развалило крупной гранатой зимнюю кухню наших военных накануне. Чудом никто не пострадал. Но, к сожалению, на неделе среди наших бойцов были потери. Огонь противника очень интенсивный. Враги пытаются прорваться малочисленными группами. Что было? И когда убили нашего бойца? Перемирие. Всё. Говорят, у вас буквально вчера был ранен? Да. Позже вчера. Боец получил ранение ног и руки осколками вражеской гранаты из АГС. С начала недели в районе Светлодарской дуги наша механизированная бригада испытывает максимальное давление российских оккупационных войск. Украинские солдаты стараются не провоцировать противника. Однако ситуацию эту не меняют. Поведение всё так же. Всё огрызаются, стреляют. Перемирие закончилось, интенсивнее начали. Что применяют? Ещё стреляют? По нашей стороне в основном СПГ, АГС, крупные пулемёты. Такого тяжёлого, что сильного. Пока слабого нету. У соседей только. А у соседей что? 120? 120, 82. Пока на снижение активности врага наши солдаты даже не надеются. Как дальше думаете? Победить. Геннадий Вивденко, Евгений Пахарчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику, которые остались на Крымском полуострове после его аннексии. Об этом заявил российский президент на встрече с журналистами. Речь идёт о десятках боевых кораблей и десятках самолётов. При этом Путин отметил, что вся военная техника находится в плачевном состоянии. Напомню, более 50 украинских кораблей в Крыму были захвачены. Украинские дипломаты неоднократно пытались добиться от России денежной компенсации, либо возвращения этой техники. Ограничить появление политиков в качестве телеведущих на телеэкранах и в радиоэфирах хочет Национальный совет. Регулятор предлагает депутатам законодательно урегулировать этот вопрос. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства. Там убеждены, что политики в качестве ведущих выходят за рамки журналистских стандартов, а также это противоречит нормам предвыборной агитации и политической рекламы. Согласны с этим и медиаэксперты, но они сомневаются, что такой законопроект может найти поддержку среди самих политиков в парламенте. Для пиару своего собственного. Они используются для сведения политических счетов своими оппонентами. Конечно, телеканалам и радиоканалам это где-то выгодно, потому что они приглашают, как правило, не столько экспертов в каких-то галузях, сколько таких более скандальных политиков, которые могут им додать рейтингу. Неожиданная конкурентка. Телеведущая Опра Винфри опередила Дональда Трампа в рейтинге кандидатов в президент. Это есть ли у нее шансы и получат ли Штаты после бизнесмена и шоумена еще журналистку в качестве главы государства, разбирался Дмитрий Анопченко. Эти слухи всполошили Америку. Мол, поход во власть людей, далеких от политики, не закончен. И в 2020-м против Трампа может выставить свою кандидатуру знаменитая телеведущая Опра Винфри. Она действительно рассматривает возможность баллотироваться, признались прессе ее друзья, как претендент от демократов. Мол, после Хиллари женщина-кандидат уже никого не удивляет, а Опра вдобавок еще и темнокожая. Все это так бы и оставалось новостями из светской хроники, а не из мира политики. Если бы свое слово не сказали сейчас социологи. Авторитетное агентство Расмуссен Репортс опубликовало свежие цифры. И согласно им, если бы выборы состоялись сегодня, а в финал вышли Трамп и телеведущая, то 38% населения страны проголосовали бы за действующего главу государства, 48% за звезду телеэкрана Опру Винфри. И еще шестая часть американцев признались, что не готовы выбрать никого из них. Ломали бы голову, кого именно выбрать. Трамп уже заявил, уверен, победив Клиндон, выиграл бы и у Опры. Только, мол, вряд ли она вступит в гонку. А пресса теперь рассуждает, рискнет Винфри или не рискнет. Вот, делает намеки для саморекламы или действительно поставит все на карту. Телеведущая ведь дама не бедная. Ее состояние к 3 миллиардам долларов приближается. Есть и свой телеканал, и журнал, и популярность. У Опры Винфри в Штатах действительно невероятная узнаваемость. Но одной только популярности в Америке мало, чтобы победить. Ведь этот же опрос показал, те, кто поддерживали Трампа год назад, до сих пор в нем не разочаровались. Среди опрошенных две трети республиканцев сказали социологам. Уверены, Трампа переизберут. А вот демократы, наоборот, убеждены, он проиграет выборы или вообще уйдет из-за импичмента. И готовы голосовать за кого угодно, хоть за Опру, лишь бы власть в стране изменилась. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. И скандал вокруг британских медиа. Гендиректоры телекомпании BBC вызывают на ковер в парламент. Ему придется объяснить, почему в корпорации мужчинам платят больше, чем женщинам. Тема стала резонансной после ухода редактора китайского бюро BBC Кэрри Грейси. Почему она решила покинуть этот престижный пост, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Журналистка Кэрри Грейси проработала на BBC более 30 лет. Она долгое время была ведущей утренних новостей. А в 50 решила рискнуть и поменять уютную студию в Лондоне на офис в коммунистическом Пекине. Проработав три года, Грейси узнала, что зарабатывает почти вдвое меньше мужчин, занимающих аналогичные должности. Из четырех редакторов международных бюро двое мужчин получали зарплату больше, чем две их коллеги. Грейси дала начальникам полгода, чтобы исправить ситуацию. Но когда в BBC предложили просто немного увеличить ее жалование, поняла, корпорация не собирается решать вопрос неравенства глобально. Я очень разочарована ответом BBC. Они продолжают говорить о разнице в зарплатах, когда мужчины и женщины занимают разные должности, и поэтому их зарплаты отличаются. Но я же заявляю о дискриминации, когда мужчины получают больше за точно такую же работу. Это незаконно. Кэрри поддержали многие коллеги обеих полов, зрители тоже шлют письма в поддержку. Скандал тут же набрал обороты, прежде всего потому, что телерадиокорпорация живет на деньги британцев. Каждый владелец телевизора в Великобритании обязан платить за лицензию. А получается, что вместо продуцирования новых шоу или более качественных программ, деньги уходят на неоправданно высокие зарплаты сотрудникам мужского пола. В прошлом году в докладе BBC признали, что платят больше мужчинам. И пообещали решить этот вопрос до 2020 года. Но Грейси уверяет, вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Гендиректора BBC вызвали на ковер в парламент. Сама журналистка решила покинуть престижное место в Китае, но увольняться с канала не собирается. Намерена вернуться в эфир лондонской студии и продолжать борьбу за равные и прозрачные зарплаты. Сверлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. В Черновицкой области сегодня открыли новую школу. 10 лет в селе Ерданешта ждали этого события. Дети учились в аварийном здании. Новая трехэтажная школа рассчитана на 600 учеников. Классы оснащены новой мебелью и мультимедийной техникой. На строительство ее потратили 44,5 миллиона гривен из госбюджета, из местного бюджета также. На церемонию открытия приехала глава Минобразования и министр иностранных дел. Прибыли и гости из Румынии, поскольку школа эта румыноязычная. Чиновники также обсудили скандальный закон об образовании представителей Румынии. Продолжают настаивать, чтобы седьмая статья документа, которая якобы ущемляет права национальных меньшинств, была пересмотрена. А вот Павел Климкин в свою очередь заявил, что вносить изменения не планируют. Учиться дети, как и прежде будут на румынском языке, увеличится только количество уроков украинского языка. Мы обсудили с господином министром выводы Венецианской комиссии и договорились закрыть этот вопрос. И как результат принять специальный документ о гарантии прав нацменьшинств. Ряд предметов, например, история Украины, основы державы и права, они за вызначением мают выкладаться украинское. Никто за вызначением не хочет сделать румынскую громаду меньше румынскую и украинизованную, оскільки это наш фундаментальный интерес на шляху в Европе, мать ситуацию, когда все наши граждане могут реализовать себя. О жутких условиях содержания пациентов в Закарпатской областной психиатрической больнице заявляют представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Приехав с проверкой, они нашли немало нарушений и буквально ужаснулись. Медики сразу после ревизии стали устранять эти недочеты. Что уже успели сделать, выясняла Марина Коваль. Эти фото из отчета представителей омбудсмена комиссия побывала в областной психиатрической больнице в селе Альшаны. Увиденное потрясло. Палаты переполнены, в одной насчитали аж 18 коек. Старая мебель, грязные матрацы, стены в трещинах, облуплена краска. Хори при особенных разговорах рассказывали, что очень ограниченный доступ к свежоповетрирую. Но главное нарушение даже не антисанитария, говорят правозащитники. В больнице пациентов содержат годами, хотя по закону могут не более полугода. Из почти 200 пациентов 23 старожилы. Так как их социальные выплаты или пенсии забирают их родители за следующим местом проживания. Главрач больницы оправдывается. Некоторых пациентов доставляют сюда без документов. Поэтому после лечения отправлять их попросту некуда. Очень часто родители привозят пациентов с направлением, в психоматурном возбуждении, например, и исчезают. Пациенты лекуются, их просто нет кому забрать. Поэтому ведется переписка, часто нам удается найти родителей, часто они их забирают. А вот чтобы отремонтировать помещение, нужны деньги. Их обещают выделить в этом году из областного бюджета. Главрач проводит для нашей съемочной группы экскурсию. В двух из пяти корпусов еще старые туалеты. Они потребуют больше капитального ремонта, но сподіваємось, что в целом у вас все на человековом. Еще одна проблема – на целый этаж всего одна ванна. У нас 27 хворих. У нас посильная вода тепла. Когда хворая имеет желание принять душ, она может принять душ. А вот трещины на стенах появились буквально на днях, когда устанавливали батареи, уверяет медперсонал. Теперь в больнице будет централизованное отопление. До этого топили печь. Мы никогда не встали, потому что ремонт робит, потому что на всех недельах сразу пришло. Скоро, заверяют в больнице, трещины залатают. А первым делом здесь списали и заменили старые матрацы. Но мебель обновить вряд ли удастся, денег не хватает. Будут решать вопрос и со старожилами. Главврач попросила районных чиновников выделить сотрудника, который бы занимался паспортизацией пациентов и искал их родных. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан уходит в отставку из-за громкого скандала с полицейским педофилом. Эту информацию уже подтвердил премьер-министр этой страны. Ранее сотрудник дорожной полиции страны Уджин Стан был арестован на 29 дней по обвинению в педофилии. Выяснилось, что он приставал к детям 5 и 9 лет в лифте одной из многоэтажек Бухареста. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сам полицейский признал свою вину. Сейчас расследуем нем этого резонансного дела. Занимается генеральная прокуратура Румынии. Ограбление в центре Парижа. Несколько мужчин с топорами ворвались в пятизвездочный отель и вынесли из галереи гостиницы ювелирные изделия на 4 миллиона евро. Полиции удалось задержать троих из пяти преступников. Все детали нам сейчас расскажет Елена Абрамович. Это был совсем не поздний вечер. Час пик, 18.30. Исторический район Парижа. Роскошный отель на берегу Сены. По соседству с Министерством юстиции Франции. В лобби ворвались пятеро молодых мужчин с топорами. Дженнифер, гостья гостиницы, в тот момент пила в баре коктейль. Нам сказали не оборачиваться, но я повернулась и увидела мужчин в балаклавах и с оружием. Я четко поняла, что нужно убираться отсюда. Пробралась к задней комнате бара и убежала. Я бежала и бежала. Нападавшие стали бить витрины и забирать ювелирные изделия. Драгоценные камни и часы. Полиция примчалась вовремя. Успели задержать троих грабителей. Всем около 20 лет. Ранее уже судимы за ограбление. Еще двое скрылись с добычей. Сотрудник соседнего отеля рассказал, во время операции задержания люди в панике прятались кто где мог. Около 7 или полседьмого мы услышали шум на улице. Необычно много шума. Мы пытались выглянуть и понять, что происходит, но прохожие советовали нам спрятаться в здании. Многие искали убежище у нас. На утро парижская полиция сообщила, часть награбленного удалось найти. Один из преступников уронил сумку с драгоценностями и топорами, когда, убегая на мотоцикле, сбил пешехода. Человек получил незначительные травмы. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Кроссовки вместо проездного, а секретные материалы без агента Скалли и возвращение черной вдовы. Обо всем этом прямо сейчас. В Берлине появятся кроссовки проездные. Специальные чипы вошьют прямо в язычки обуви. Обладатель эксклюзивной модели получит возможность безлимитного пользования в течение года столичным транспортом, трамваями, метро, автобусом и речными судами. Первые 500 пар поступят в продажу уже 16 января. Стоимость уникальной обуви 180 евро. С помощью соцсетей в Таиланде удалось арестовать японского мафиози, который находился в розыске 15 лет. 74-летнего Сигихару Сирай, который в прошлом был членом банды Якудзо Ямагути Гуми, обвиняют в убийстве главаря другой банды. Преступника удалось найти благодаря татуировкам, фото которых случайно попало в интернет. И в одном только фейсбуке его перепостили 18 тысяч раз. Что в конечном итоге привлекло внимание японского бюро Интерпола. В Саудовской Аравии женщинам разрешат ходить на футбол. Соответствующий закон вступит в силу 12 января. Поболеть на стадионах саудитки смогут уже в ближайшую неделю. В стране пройдут сразу три матча, приуроченных к этому событию. Для болельщиц на стадионе отведут специальные сектора. Кроме того, в новом году женщины Саудовской Аравии получат право управлять грузовиками и мотоциклами. А на Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь. Власти отменили запрет действовавшей стране более 60 лет. Поводом послужило то, что в последние несколько лет количество женщин, употреблявших алкоголь нелегально, резко увеличилось. Власти решили, скрывать проблему не имеет смысла. Кроме того, представительницам слабого пола Шри-Ланки разрешат работать в места, где продается спиртное. Фокс Малдор и Дана Скали больше не будут работать в паре. Джиллиан Андерсон покидает сериал «Секретные материалы». «Мне пора повесить шляпу Скали на гвоздь», — заявила актриса репортера, мол, она не хочет зацикливаться на одной роли. Продолжится ли известный сериал без Скали или актрису заменят другим агентам, пока неизвестно. Скарлетт Йоханссон снова сыграет «Черную вдову». Кинокомпания «Марвел» собирается снять фильм о русской шпионке Наташи Романовой, прозванной «Черной вдовой». Представители студии уже встретились со сценаристами, а также обсудили детали будущего сценария с самой Йоханссон. Впервые актриса сыграла «Черную вдову» в блокбастере «Железный человек 2» с Робертом Дауном, младшим, в 2010 году. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин